В ночь с 19 на 20 ноября 1740 года в Российской империи произошел очередной дворцовый переворот. Насвергали не императора или императрицу, а всего лишь регента. 28 октября скончалась императрица Анна Иоанновна. По ее завещанию трон передавался младенцу Ивану Антоновичу, сыну племянницы императрицы Анны Леопольдовны и Антона Ульриха, герцога Брауншвейгского. Регентом по этому завещанию становился фаворит Анны Иоанновны Эрнст Иоганн Берон, герцог Курлянгии и Семигалии. Регент сконцентрировал у себя неограниченную власть, отодвинул на второй план родителей императора и даже посадил Антона Ульриха под домашний арест из-за подозрений в заговоре против себя. Многие из придворных и высших офицеров были недовольны тем, что выскочка Берон получил столь неограниченную власть. И один из них, фельдмаршал Миних, с одобрения Анны Леопольдовны, в ночь на 20 ноября во главе отряда гвардейцев ворвался в летний дворец, где ночевал Берон. Прямо с постели арестовал того и отправил в Шлиссенбургскую крепость. Регентом стала мать наследника Анны Леопольдовны. Как впоследствии оказалось, до следующего.